Да все, я сейчас вернусь, я за пыльцой эти матки. Всем привет! Я Трутин Юрий и сегодня я расскажу, как пчеловоды заставили нас, пчел, делать правильный мед. Наш район славится не только сбором урожая семян подсолнечника, зерновых и бахчевых культур, также сбором урожая меда. Сейчас мы находимся на пасеке Александра Егорова, где узнаем все секреты пчеловодства. Я прям представляю какой-нибудь фильм ужасов, где просто они меня облюбляют. Вот я сейчас буду ковырять. Смертельный ноль. Путь Александра Егорова к пчеловодству начался еще в детстве, когда у него появился первый улик. Конечно, из-за неопытности все пчелы разлетелись, но это лишь подкрепило желание продолжать фамильное ремесло. Осознанно Александр начал заниматься пчеловодством после армии. Несмотря на трудности и невзгоды, всегда шел вперед для развития любимого дела. Ну, было и такое, что и 50% пасеки терялось. То есть мы делали свои выводы по содержанию пчел, так скажем. Пчеловод ошибается один раз в сезон. В следующий раз он может только исправить ошибку в следующем сезоне. Уже как бы все медосборы закончены, все работы уже с пчелами проведены. То есть мед откачали, подготовили пчел зиму, обработали и отправляются. Сейчас пасека будет на Кавказ. Ну, чтобы получить более качественный майский мед, мы отправляем на Кавказ. Там семьи придут быстрее в силу, чтобы они взяли первые весенние цветы, так скажем, цветения первыми до сбора. Кстати, а вы знали, для того, чтобы нам, пчелам, собрать 2 килограмма меда, нам для этого нужно собрать 5 килограммов нектара? Весна – это, допустим, наращивание семей, да? Как бы мед не качают, но мы постоянно за ними смотрим. Зима – это подготовка к новому сезону, к весне, к лету. То есть, а осень – это подготовка к весне, получается. Потому что, как ты подготовишь пчел осенью, то ты получишь весну. Ну, это шахматы, как бы. Открываешь улик, ты понимаешь, ага, нужно это сделать, в этой семье нужно сделать это, в этой нужно с этой сделать это. Чтобы они были все на одном уровне. Когда пчелы на одном уровне, получается, то есть с ними легче работать. Если улик будет через меру переполнен, он просто улетит. Если улик будет слабый, он просто не принесет меда. Поэтому нужно с сильной семьей переставить слабую, выровнять, чтобы у них был вот этот средний, как сказать, средний принес нектара, так скажем. Кстати, слово мед имеет еврейский корень. Его дословно можно перевести как чары или на зеленый магией. Ну, скажите, пожалуйста, вообще когда-нибудь возникало какое-нибудь пиковое желание вообще бросить и полностью поменять сферу деятельности? Такого желания не было даже, когда они все, ну вот, погибли, так скажем. Ну, у меня не все погибли, а вот когда 50% пасеки легла, не возникло. Просто возникло желание восстановить ее побыстрее. Ну, вот понятное дело, семья человеческая у вас, она прям такая максимально любящая и максимально крепкая, потому что, мне кажется, только крепкие семьи могут заниматься именно непосредственно таким душевным семейным бизнесом. А что из себя представляет пчелиная семья? Да мы можем посмотреть прямо сейчас. Для начала нам нужно развести дымарь. Чтобы создать стрессовую ситуацию для пчел, они набирают в хоботке мед и становятся менее агрессивны, и, следовательно, уже не опасны для пчеловода и не покусают. Ну, проверим, такой ли я пчеловод. Ну, а сейчас мы пойдем знакомиться с семьей пчел. А вы знали, что мед отличная антибактериальная масса? Он помогает избавиться от мелких царапин, трещин. Наносите два раза в день на больное место. Стамеска называется. И подковыривать ее. И достаем рамку. Как руками просто? Двумя руками так. Она тяжелая. По краям, чтобы не бить пчелу, аккуратно выстрелась. Ага. Вот это им корм на зиму. А из чего он состоит? Это цветочный мед. Мы оставляем только цветочный мед, потому что цветочный мед легче пчелам зимой употреблять. Перерабатывают нектар и запечатывают. Вот видите, та сторона уже полностью запечатана. Вот переверните ее. Переворачиваются? Да. Она полностью запечатана. Здесь пчелы даже нет, да? Ага. А здесь пчела готовит нектар и постепенно, постепенно до низа она ее запечатывает. Ну вот смотрите, вы без костюма, без ничего, вы прям уже настолько привыкли, что не боитесь? Не, я просто знаю поведение пчел. Если они сейчас начнут киндаться, я его просто убегу. Ну вот смотрите, историю папы мы вашего слышали, как прям жестко он не увидел этот клубок пчел. У вас вообще был случай такой, что прям жестко покусали, что вы чего-то не заметили, не увидели, халатно отнеслись? Был случай, когда мы везли пчел и просто через, так скажем, литерационное отверстие они просочились в машину в газели. Там была полная газель, а я был в один шортах. Но нужно было их срочно разгружать. Ну разгрузил, ничего страшного, мы покусали. А если у вас вдруг сломался холодильник, то вы можете поступать, как поступали люди раньше. Обмазывали тушку мяса медом и закапывали в землю. Это служило как холодильник и мясо не портилось. Мед это переработанный пчелами цветочный нектар. Его основу 76% составляют фруктоза и глюкоза. А на пыльцу и ферменты, которые вырабатывают пчелы, приходится всего 3% от общей массы. Однако именно они определяют уникальные свойства этого продукта. Мед придает силы, укрепляет иммунитет, успокаивает и заживляет раны. Отказ от сахара в пользу меда часто способствует снижению веса. Даже если на утро после грандиозной вечеринки вы проснулись с больной головой, съешьте поджаренный тост с медом. Отличное оружие в борьбе с похмельем. С каждой ячейкой все больше и больше. Я прям представляю какой-нибудь фильм ужасов, где просто они меня облепляют. Вот я сейчас буду ковырять улей. Когда бы я еще этим занялся. Ну вот, это же получается, что они кормятся медом, никакого сахара, и следовательно, качество меда от этого выше. Так что поэтому, кто говорит, что кормят пчел с сахаром, тот врет. Ну что, смертельный номер. Ну конечно же, это вкусно. Это как картошку есть со сковородки, жареная, то же самое. Можно пятерней просто, как медведь. Очень вкусно. А вот для того, чтобы собрать 100 граммов меда, нам, пчелам, нужно пролететь 46 тысяч километров. Ну самое главное, это знать, когда можно лазить пчелам, когда нельзя. То есть после того, как вы забрали у них мед, естественно, вы там дисбалансы сделали пчели на муре, и поэтому, как бы, 2-3 дня вы точно к ним не подойдете, пока они не успокоятся и не пойдут в работу. То есть самое главное, это знать, не то, что технику безопасности, а знать, когда можно лазить, когда нельзя к ним лазить. Какое время можно лазить дня, какое нет. То есть если с утра можно полазить, там, посмотреть, без проблем, даже в шортах летом, то ближе уже к вечеру вы уже так к ним не залезете. То, что вы расковыряли, они сейчас восстановят по-быстрому. Все, что они там подберут, сделают как надо. Это хозяйки пчелы на самом деле. Для первого раза очень быстро вы сделали все. Я старался максимально, потому что у меня уже вся жизнь перед глазами пролетела. Фильмы ужасов с пчелами и так далее и тому подобное. Скажите, когда происходит первый сбор меда? Мы собираемся... Какого? Мы стараемся собирать первую откачку делать 25-30 мая. То есть пока не засвели полевые цветы. Чтобы эти полевые цветы не попали в мед майский. Майский мед состоит из терна, вишни, черноклена и белой акации. Потому что этот мед как бы ценится тем, что он не сахарится. Даже если вы купили в этом году, на следующий год он не сахарится и будет стоять, как будто только вы его взяли. А когда попадают уже цветы, чуть-чуть опоздали, попали цветы и он начинает кристаллизоваться. Как оказалось, но это не странно, наши китайские коллеги пчелы собирают больше всего меда. Самый популярный мед в Китае это гречишный. Самый любимый, получается, вид меда у нашего народа это майский. Да, майский мед, да. Он почему-то хороший, что еще раз объясняю, что он не кристаллизуется. За счет того, что там больше фруктозы, чем сахароза и глюкоза. Вот сейчас у нас есть возможность попробовать, получается, разнотравие, цветочный. И подсолнув. Да, майский уже закончился, к сожалению. Вы чуть-чуть не успели. Вот, давайте попробуем цветочный мед. Если мед засахаренный, следовательно, это какой-то ненастоящий, что он перемешку с каким-то сахарным сиропом, либо с патокой. Мед же, в принципе, сахариться же может? Конечно, он должен сахариться. Весь цветочный мед должен сахариться. Его даже должен сахариться. Он должен сахариться. Он должен давать ссадку. Должен ссадиться. Ну, следовательно, это не говорит о том, что это какую-то ненастоящую перемешку с сахаром. Нет, конечно. Вообще, рекомендую собрать мед у проверенных пчеловодов, которые берете неоднократно. Вас цена устраивает, вкусовые качества какие-то устраивают. Потому что чем больше людей, тем больше потребностей. Одному нравится одно, другому другое. То есть, если человек, допустим, доверяет пчеловоду, почему бы нет? Почему бы у него не брать? Для сравнения можно взять у другого пчеловода, допустим, мед. Сравнить свойства, что вы купили. Взять маленькую баночку у другого пчеловода, сравнить со своим. И все. И там все будет ясно и понятно. А вот самые богатые пчелы в Израиле, поскольку килограмм их меда стоит 12,5 тысяч рублей. Там находится самый дорогой мед, который содержит экстракт сибирского женьшеня. Свой урожай меда я собрал, но если вы хотите так же, делайте это у проверенных пчеловодов. Ну и напоследок совета пчеловода. К правильным пчелам нужно приезжать в правильное время, но явно не так, как мы осенью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова